Никакого монтажа. Всё так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Документы, которые были представлены сегодня прокурором в поддержку своего ходатайства об применении меры причинения в отношении Рената Усатова, достаточно много, скажем так, недочётов, либо допущений, которые приводят к тому, что данные документы были созданы на скорую руку. В первую очередь, несовпадение номеров уголовного дела, отсутствие документов, которые подтверждали бы их совмещение в одно уголовное дело. Также в самом ходатайстве о применении меры пресечения прокурор, несмотря на то, что обвинение касается контрабанды и отмывания денег, пишет о нелегальной миграции и просит не применения ареста, а продления ареста. То есть это говорит о невнимательности и о том, что всё было сделано в быстром темпе. Прокурором был представлен так называемая база того, что существуют реальные подозрения того, что господин Рената Усатова совершил преступление. Оно заключается в протоколе допроса одного из бывших членов партии, который утверждает, что в группе лиц они перевозили денежные средства, полученные от Рената Усатова. Однако в том же допросе этот же господин говорит о том, что он не видел, сколько денег у других, он не видел, как их передавали. То есть всё основано на предположениях, что международная практика и в том числе и наша практика просто не позволяет. То есть отсутствует, скажем так, объективное подозрение в совершении преступления. На сегодняшний день самого объекта преступления, на который претендует орган уголовного преследования, просто не существует. Опять же ссылаюсь на международную практику, в том числе и на решение Чеда, которое говорит о том, что с момента, как человек был, отмечен в каком-либо процессуальном акте. А в данной ситуации у нас есть допрос бывшего члена партии от 24 сентября 2017 года. Человеку должны были предъявить или информировать о том, что против него возбуждено уголовное дело в трёхмесячный срок. Так гласит наш закон, так гласят решения Страсбургского суда. В данном случае мы, как видим, что в течение года и трёх месяцев органы уголовного преследования просто ничего не делали после получения информации от так называемого заявителя о совершении преступления. Чисто случайно адвокаты Рината Усатова узнали о том, что в суде города Кишинелл есть подано ходатайство от 2 января 2019 года с просьбой применения меры преследования в виде ареста. В дальнейшем один из адвокатов представился суду, получил документы и само ходатайство о применении меры преследования, из которого мы узнали, что оказывается в отношении Рината Усатова возбуждено уголовное дело по факту контрабанды ещё 25 сентября 2017 года. Скорее всего, для того, чтобы задеть и деятельность политической партии, был возбуждено второе дело 25 декабря 2018 года по факту отмывания денег, для того, чтобы, скорее всего, показать незаконность действия внутри партии, что касается финансовой части. На сегодняшний день информацией, которую мы обладаем, только Рината Усатый был привлечён в качестве обвиняемого постановлением от 27 декабря 2018 года. В рамках второго указания? Да, заочно, без того, чтобы официально вызвать в соответствии с законодательством. То есть прокуроры формально сделали и представили суду повестку без указания или предъявления доказательства того, что эта повестка была выслана по адресу Рината Усатого и в том, что он её получил. То есть, де-факто, получается та же, скажем так, версия, та же схема, которая была в 2016 году. Прокурор решил 27 декабря 2018 года предъявить так называемое обвинение по обеим статьям. В основу решения суда легло всё то, что Страсбургским судом признаётся незаконным. То есть суд, не взвесив аргументы, представленные защитой, отказав защите в сроке для предъявления доказательств своей позиции, формально фактически переписал аргументы прокурора и выписал из законодательства статьи, на которые он основывается. То есть ни прокурор, ни суд не указали на какие-то реальные доказательства, которые могли бы дать повод для ареста Рената Усад.